В Бендерах возобновили работу около сотни магазинов. Во время торговли сейчас важно соблюдение санитарных норм. За порядком следят сотрудники экологической милиции и Центра гигиены и эпидемиологии. Какие нарушения выявлены, расскажет пресс-служба городского УВД. Стройматериалы, бытовую химию, сантехнику, обувь, одежду и многое другое теперь можно купить вживую. Главное – соблюдать санитарные правила. В масках все – и продавцы, и покупатели. При входе в магазины дезинфекция рук. С клиентами продавцы работают исключительно в перчатках. В масочке также наличие перчаток, которые на сегодняшний день у вас нет. Периодическая обработка поверхностей в торговых павильонах – это тоже одно из требований в период карантина. И еще правильное мытье полов. Как показала практика, хлорсодержащие средства по типу белизна сейчас малоэффективны. Скажите, пожалуйста, а что у вас имеется для обработки поверхностей пола? Ну, с хлоркой, мыющей средств. А какой артист? С хлоркой, мыющей средств? Ну, домыслы. Чистящие средства, предназначенные для ежедневной уборки в настоящее время, не являются дезинфекцирующими ответствами. А что является? Не является активный хлор. Итак, мыть пол в торговых помещениях необходимо трехпроцентным раствором хлора. Это правильно. И соответствует санитарным нормам. Хлорную известь, кстати, можно приобрести в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. Совсем недавно туда поступила большая партия сухой смеси хлора. Есть девочка, есть такая, есть сухая. В Бендерах сотрудники экологической милиции в день выносят порядка 30 письменных предупреждений. С проверкой приходят ко всем. В день нами осуществляется проверка около 70 объектов торговли. В большинстве свое относятся с пониманием. Понимают, что на них на сегодняшний день возложена такая обязанность, как усиление ДЭС-режима. Нет перчаток нужного раствора хлора для обработки полов. Не определено количество посетителей внутри магазина. Все недостатки владельцы торговых точек обязаны устранить. Иначе штрафные санкции и даже закрытие магазина.